Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Лилия. И сегодня видео по просьбам зрительниц, которые спрашивают, где можно приобрести кабошона с имбирцитом, а также спрашивают, где можно купить кожу, чтобы использовать её в работе с украшениями. А начну с показа парочки своих украшений из симбирцита. Вот надела браслет с тёмным симбирцитом. К нему подходят такие же тёмные бусы. Резинка в браслете растянулась, как раз вот увидела. Нужно будет поменять резинку. Или сделать на тросики с фурнитурой. Там видно будет. До сих пор я носила только камешки, без добавления фурнитуры. До своих украшений как-то руки не доходили переделать. Вот они могут быть такие тёмные или светлые. К светлым подходят бусины, которые я показывала, когда мы с Натальей были в магазине, и я купила эти бусины в магазине. К этим светлым бусам у меня браслета нет, поэтому я его сделаю из этих бусин. Будет два комплекта – тёмный и светлый симбирцит. Какое разнообразие цветов в симбирците, какая богатая палитра, вы сейчас увидите, когда я вам буду показывать кабошоны. Но у нас в области обнаружен ещё один минерал. Такого приятного кофейного, тёмно-кофейного, светло-кофейного цвета. Камень был назван в 1989 году. Сенгелит. В честь города Сенгелея, который находится в Ульянской области. Вот это шар из Сенгелита. Он у меня с глазом. Охранник мой. Ну, давайте посмотрим кабошоны. Смотрите, какие они разнообразные. С перитом и без перита. Один тон переходит в другой. И сделала вот так поближе, чтобы вам сразу было видно все камешки. Вот смотрите, вот такие вот наиболее простые, наиболее часто встречающиеся. Часто встречаются перитовые дорожки, перитовые пятна. С перитом они намного красивее, намного. Очень мне нравится вот такой вот камень. Вот здесь, видите, как будто кленовый лист. Друзы с перитом. Этот камень на подложке. Вот ее видно, что здесь подложка. Подложка сделана тоже из симберцита. Делают на стекле, делают без подложки. Но этот на своем камне, на симберците. Какие камешки мне нравятся? Я не могу сказать, что вот этот мне больше нравится, этот меньше нравится. Они мне нравятся все, потому что я их выбирала по своему вкусу. Вот смотрите, какое разнообразие оттенков. А в этом как будто тоже глаз перитовый нарисовала природа. Надо же, чудо какое! Представляете, вот это то, что миллионы лет пролежало. Не один миллион. Порядка 300 миллионов лет пролежало в земле. Все вот эти камни. Это продукт природы 300 миллионов лет. Давайте вам покажу еще из сингелита. Сингелит я немножко взяла. Сингелит. Это у нас окаменелые деревья. Я на днях получила вот этих замечательных орлов. Я уже сразу их достала из посылочки. Мне сразу захотелось их примерить на камешке, как это будет выглядеть. А потом мне захотелось показать и вам. Вот это могут быть такие броши и кулоны. Ну что, а мы пойдем смотреть дальше с вами, какие есть сайты с симберцитом и какие камешки у них есть. Давайте заглянем в инстаграм. Друзья мои, это мой профиль. Всех, кто зарегистрирован в инстаграм и желает продолжить знакомство со мной еще и в этой сети, пожалуйста, подписывайтесь. Будем дружить с вами в инстаграм. Вот смотрите, я набираю симберцит в поисковой строке. И мне выдают все магазины вот именно с этим названием. То есть симбирский самородок, камень симберцит, симберцит кабошон. Вот, пожалуйста, все заходите и смотрите. Симберцит, симбирский сад. Сейчас мы посмотрим, какие здесь камни есть. Ну вот смотрите, у них есть и на ярмарке мастеров. Здесь можно посмотреть. Вот эта вторая страница, она сейчас пока не работает. А вот это вот симберцит, это как раз магазин, из которого мы вели с Натальей репортаж. Здесь сувениры, зеркала, бусы, медальоны, часы. Ну все, что можно из симберцита купить. Вот здесь можно посмотреть и заказать. Здесь хозяйка Алла, поэтому можно спросить, а есть ли в магазине что-то и что вы хотите. И вот смотрим, в саду есть. В саду есть это свободные кабошоны, которые еще никто не занял. Вот видите, ноль, ноль, ноль. Вот здесь уже, видимо, купили. Я люблю смотреть с компьютера. Мне на телефоне смотреть неудобно. Здесь я могу зайти, посмотреть с компьютера. И здесь я сразу вижу. Вот они свободные. Могу посмотреть, зайти повнимательнее, что это такое. Вот эти все, которые с комментариями, это уже занятые. А вот это, друзья мои, это аммолит. Это перламутр моллюсков, которые жили миллионы лет назад. 200-300 миллионов лет назад. И посмотрите, какой камень. Он как будто листочки резные. Очень красиво. Этот камешек свободен. Вот этот свободен. Вот таким образом я захожу к любому мастеру. Если мне что-то нужно, то можно зайти и посмотреть из того, что осталось. Вот страница Симберцит. Я вам так бегло покажу. Оставлю все ссылки. Пожалуйста, сами заглядывайте, смотрите. Вот такую красоту можно приобрести за 1450. Аммонитовая жиода, перит, Симберцит. Красивая тройка. На серьги и на кольце. Идем дальше. Симберцит 73. 73-й это наш регион. А мы сейчас зайдем еще в один. Ну, хотя бы вот в этот. Здесь уже он такой коричневый, непрозрачный. Смотрите, какой рисунок интересный. Хоть камень и темный, очень интересно. Вот перитовый кабошон. Вот жиода. Не перит. 400 рублей. 5 на 3 сантиметра. Одним словом, наводку я вам дала. Ну, кроме того, что я вам оставлю, ссылки, которые знаю, вы здесь набираете Симберцит. И вам выдают много-много-много. Это, конечно, красота-красота. 53 на 38 миллиметров. 1400. Поэтому до сих пор пока свободный. Наверное, еще не нашелся тот покупатель. Как говорится, на каждый товар свой покупатель. 1500 55 миллиметров. Здесь и Симберцит, и перламутр. Это к вопросу о ценах. Вот этот вот купили. За сколько? За 1300. Он чуть-чуть поменьше, поэтому чуть-чуть подешевле. 1600. троечка. На серьги и на кубу. Я думаю, вы согласитесь со мной, что не восторгаться невозможно. Другое дело, надо вам или нет. Но не восторгаться невозможно. Правильно? А здесь, в этом кабошоне, все. Все, что можно. И Симберцит янтарного цвета, и шоколадного цвета, и перит, и аммалии цветится. Шикарный. Он просто шикарный. 5 сантиметров по длинной стороне 640 рублей. Вся эта красота уже у кого-то на руках, кого-то радует. Какую красоту за миллионы лет создала природа. И стоит эта красота такой кабошончик 560 рублей. Все, друзья мои, здесь вы будете ходить сами смотреть, где что есть. Набираем. Кожа натуральная. Кожа натуральная и фурнитура. Пожалуйста. Так, здесь шуба, меха, кожа питона натуральная, кожа наборы. Вот давайте зайдем на эту страницу, посмотрим. куски А4, А5, наборы и лоскут. Будем смотреть самую свежую публикацию. Это 0,4-0,5 миллиметров. Отличная кожа для спинки на броши, на колье. Здесь светлая цветовая гамма. 500 рублей за набор. Здесь вот не указывается конкретно размер этих кусочков. Как видите, они здесь хаотичные, обрезки, то есть от производства. Такие разные, 500 рублей. А это у нас, так, 0,7-0,9, кусочки А4, 250 рублей за один кусок. Здесь и бронза, и серебро, и голографическая такая. Видите, все это кожа натуральная. Красиво. 0,4-0,5. То есть, здесь тоже разноцветные, разновеликие. Набор продан. Соберу подобный. Ну, вот нужно следить за публикациями или спрашивать. Вот еще один прекрасный магазин. Целые шкуры и лоскуты размером А5. Бирки из кожи, фурнитура. Все здесь потом посмотрите сами. Кому это интересно, я вам покажу последние публикации, что здесь. 0,6-0,8. То есть, 6-8 миллиметров толщина кожи. Стоимость одного лоскута 320 рублей. Размер лоскутов 42 на 14 сантиметров. Так, здесь в наличии набор итальянской кожи. Размер лоскутов А4. Толщина кожи 0,5-0,9 миллиметров. Стоимость набора 650 рублей. Ага, вот они здесь какие. Хотя здесь написано А4. А, понятно. А4, это вот она расположила на альбомный лист вот в таком виде, что как бы А4. Но на самом деле, вот, например, вот этот лоскут, он маленький, по-моему. Не знаю, вот на две броши хватит или нет. На одну-то точно, конечно, хватит. И этот на одну хватит. И вот они все, вот эти лоскуточки 650 рублей. Еще раз напишу кожа натуральная. Можно еще так вот нажать с хэштегом кожа натуральная купить. Здесь все идут кожи, те, которые скорее всего для шитья, одежды. Здесь нет лоскутов. Вот мы попали в нужное место. Эту ссылочку я тоже возьму и тоже вам оставлю. 7 кусочков толщиной 0,3-0,7 миллиметров А5 560 рублей. 80 рублей за кусочек. Очень хорошие цены. Аккаунт рабочий. Публикации здесь выставляются, загружаются регулярно. Ну и я заодно подпишусь. А4 А5 лоскуты. Ну все, дорогие мои, я думаю, я вам все сказала. Ссылки все оставляю. Заглядывайте, кому интересно. И напоследок хочу сказать вам пару слов о форматах А4, А5, чтобы вы понимали реальный размер лоскута, который вам пришлет. Формат А4 это размер бумаги для работы с офисной техникой. Берем этот лист и сворачиваем его вдвое. Это и есть формат А5. Если свернем еще вдвое, это будет формат А6. это международная стандартизация форматов бумаги, начиная от А0. 841 на 1189 миллиметров. А дальше идут А1, А2 и так далее. И каждый следующий формат это ровно половина от предыдущего. Это хорошо видно на таблице и показываю вам еще раз наглядно. вот так А4 вот так А5 А6 и так далее. То есть вам пришлют вот такие лоскуты. Вот посмотрите я примеряю эту кожу на А5. Это вам наглядный пример чтобы вы знали какой лоскут вы получите. Вы можете сами взять дома вот этот лист бумаги сложить его вдвое и вы поймете какой лоскут вам будут присылать. Вот это А5. Ну все дорогие мои я надеюсь я на все вопросы ответила и даже лишнего. И если мое видео вам понравилось информация была полезной поставьте лайк напишите комментарий и если не подписаны присоединяйтесь впереди еще много интересного. А всем пока-пока до новых встреч.